Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я так чувствую, как глядя лёд. Почему лёд? А вы не себе сейчас скажете, что вас вовсе не октябре, а февраль? Нет, правда. А мы все уже не помним. Помню. Знаешь, что я голодный? Нет, голодный. А вот я голодная. А что, обломать совсем нечего? Конечно, нечего. Хочешь ромать? Смешно, да? Ни денег? Нет. Есть, но совсем немножко, и всё уже закрыто. А потом кто будет? Вроде я в тишину, в холодильнике может быть. Да, вы что-нибудь. У вас есть холодильник? Да, старый, север. Вы знаете такой? Нет. А если найдёте, кто потом? Потом я вызову такси и принесу вам. А вы спуститесь вниз и заберёте. А вы далеко не бегаете? Я в ситовом брате, дом 1525. А я знаю, что сына с вами в Ленинский город. Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо были. Спасибо вам за это. А что у вас, командир? Не думайте. Я просто так спрашиваю. Не помню. Сейчас я перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Итак, открываем холодильник. Вы можете сидеть с собой? Конечно, могу. А ваш телефон где стоит? У меня. А что вы хотите? Значит так. Сколько у вас в пакете? А, яйца. Это не интересно. Ага. Куриные. Вы хотите, я вам курицу принесу? Нет. Она французская морозина. Пока вы ее сварите, вы совсем проголодаете. Да и мама с работы дойдет. Лучше возьмем клубасы. Или нет. Нашел марокканский сардин. Одна банка 60 копеек. И длинущие есть полбанки МР. Вы меня слышите? Нет. Нашел марокканский сардин. Харин. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 а курицей яйцах. Не вру, и никакого фронта нет. Может, ты в самом деле мне подъехать к вам? Так и я в самом деле не шутю. И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите, как будто вы не придумываете, а говорите правду. Честное слово, девушка, я говорю правду. Мне даже страшно стало. У нас песка почти не греет, трех мало и темно, только коптилка. А сегодня электричества нет, мне надо сидеть, ой, как не хочется. И все теплые вещи на своем авиаторе. Вы почему не на фронте? На каком мне нужно быть фронте? Какой может быть фронт в 72-м году? Вы меня разыгрываете? Вы почему-то молчали, вы лучше говорите. Нина, точно не ошибаетесь? Нет. Сейчас 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете? Нет. Теперь знаете. Сейчас 12-й час. Ну как вам объяснить? Ладно. Я попробовала догадаться, что вы не привезете мне корицу. Французский корицу числить стоит. Почему? Во Франции немцы! Во Франции там в Миндагоне никаких не было. Только туристы. Но немецкие туристы у нас есть. Как так? Кто их пускает? А почему их не пускать? Вы-то вы не смеете сказать, что фринцы нас победят. Вы, наверное, какой-нибудь вредитель или шпион. Да нет, я работаю в север с обеспечением экономических взаимопомощей. Занимаюсь венграми. Вот видите, я вас уже в третий раз поймала. Или вообще в четвертый. Венгрии фашисты. Да в Венгрии нет никаких фашистов. Венгрия социалистическая республика. А я уж подумала, что вы их вправду не видите. А вы все-таки все вы думаете. Нет, вы разоржаете. Вы расскажите мне, вы потом приемите все, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините, что я так грубо с вами вначале разговаривала. Но я просто не понимаю. Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. Не может быть. Очень долго ждать. Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин возьмем 2 мая. И даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст ему эту правду. А потом ему тело присут в подбор, а вы бензином и сожгут. Я рассказывал о том, что я не имею. Я рассказывал о себе. И я послушно повторял факты. И если Нина не верила, или понимала страху, то я возвращался и я не объяснял ей что-нибудь. И даже чуть было не потеряла доверия, когда сказал, что Сталин уморется. Но потом вернула Веру по виду о Юре Гагарине, о новом Орвате. И даже посмешила ее тем, что девушки будут носить брюки к Леши и совсем порогие юбки. Я потерялась просто реальность. Девушка Нина и мальчишка Вадик сидели на диване и слушали. Девушка Нина и мальчишка Вадик сидели на диване и слушали. Девушка Нина и мальчишка Вадик сидели на диване и слушали. Как это было? И будет расстраиваться. Потому что карточку можно было найти даже через неделю. А наконец-то же, она бы конечно не свалилась в подвал, когда я бросил пальто на решетку и пошел играть в футбол. И я сказал уже потом то, что Нина полагала хорошей сказкой. Ты знаешь, Петров? Знаю. А ее не переименуете? Нет. Так вот, я рассказал ей, что пойти на двор под арку, где в глубине отбора есть подвался, кто и перешел. Так ужасно, если бы я не пришла, отмейте ее срочно, сделайте это. Она тоже вошла во вкус игры и где-то реально это ушла. И уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Но были у меня времени, ближе к ее сорок второму году. Прошло много лет, я не могу найти карточку. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты. И если это в тягот, сорок второго года, середина месяца, то скорее всего, там лежит та самая хлебная карточка. Я ее обронил, когда играл с мочихами в футбол, просив пальто на решетку. Это 140 кг, 18-15. Вас называют Арджеликидзе. Это 140. Вы ошиблись, но я. Вы ошиблись, но я. Вы ошиблись, но я. КОНЕЦ КОНЕЦ Сходятся синие сумерки, Повы тихими думами. Так почему-то особенно Сумерки хочется счастья, Хочется счастья тревожного, Злонкого, неосторожного, А что ж у него тебя, Может быть, ты не знал, Сумерки хочется счастья. Тихо кончается дельце, С ветром секретами делится, Сумерки сердца надеется. КОНЕЦ КОНЕЦ Сумерки хочется счастья, КОНЕЦ 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 СПОКОЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...